разверзлись треском небеса и своем ринулись оттуда срубая головы церквям и славя красного царя на воевленные иуды как сегодня у вас козы как камера то хуже стало чем раньше дали почетче было до строков покопаться видимо настройки используете камеру своего внутрь внутренней камеры своего нового ноутбука а раньше внешне использовали нет то же самое да ну понятно понятно ну чего посмотрели там что мы там обсуждали я посмотрел и я еще посмотрел у вас разговор с родной гаванью тоже интересно было там про спартак у меня несколько роликов есть под названием не спасла спартак ангола федерация футбола посмотрели нет еще не успел но я на вы помните я вам рассказывал да и звук еще наладили раньше у вас был звук такого приглушенная сейчас уже получше ну это я с другого компа я иногда с того тоже захожу да там не ахти звука сейчас все хорошо растем растем не только вас парня не только вам расти а чё это вы в рулетку ставить часто выходите канал свой к чё-то не обновляете или ваш обновили уже я последние три дня не заходил пока не обновлял но материал собирается копится надо будет потом выложить уважаю еще старые материалы вы там собирали выставить еще по старому компу вы писали но не выложили есть есть работа ну ладно работайте товарища работайте товарищ пилить и шура пилить и понятно ну ладно вы это самое смотрю за уже у губилинского не появляетесь или он просто не ведет вам пора свой дискорд открывать вот типа такой новостной у вас лучше получится ну не знаю посмотрим на это все время нужно а пока есть вроде бы пусть будет на это очень много времени уходит а денег это к сожалению не приносит если будет как бы монетизировать еще да кстати с праздничком вас но не вас то и нет вы меня должны поздравить а вакусь или произведение освобождение харькова поздравляю поздравляю не знал освобождение харькова армии юга россии а так гражданскую войну от красных до освободили но в итоге то мало что в итоге да в итоге да но я но тем не менее но вы если бы вы жили в то время вы бы за белых было его ну я все-таки правнук деникинского офицера конечно интересно расскажите но чего рассказывать я выше с марков смотрели мои диалоги там он так и назвал первый мой диалог правдук деникинского офицера то и как с ней как его судьба сложных эмигрировал из россии нет сожалению его красные расстреляли но получается правнук уже на ваш прадед одет тогда как он успел родиться значит был зачат до того как вы стреляли а потом в советской россии в советской россии вырос уже в во второй мировой уже воевал за красных на красную армию а не было там у него клеймо такого там всякого типа родственник как-то это все скрывали до до поры до времени до до хрущевского теле оттепели потом это можно было же в открытые говорите даже гордиться ну гордиться можно было 91 скажем но говорить можно было с 60 такого-то когда немножко потеплял да хотя есть эти самые российские сериалы про хрущевский оттепель посмотрите вам интересно вы любите какие вот теперь так и называется хоть есть красная королева еще я кстати когда сдавал единый государственный экзамен по истории после 11 класса и там есть вопросы группы си это самое сложное то есть там нужно давать большой развернутый ответ или написать историческое с и мне как раз попалась тема хрущевского оттепель кстати говоря по вопросам от когда сдаешь на гражданство канады есть такой вопрос но может попасться кто победил войне 1812 года как его ответ дали калиция антифранцузской калиция но это имеет это у вас это вот в европе война то считается война же было одновременно и сша с одной стороны британии канады с другой а своя война ну там была я считаю считается что более жестокая война чем наполеон как тационар более цивилизованно подходил к этому делу ну в рамках школьного курса я вот не помню чтобы мы даже граждан я тоже не помню шипу в школе это изучали но тут самое смешное что когда сдаешь факт фактически это война за закончилась было ничьей вот если так объективно судить но когда она при сдаче на гражданство канады но надо нужно отвечать что британия с канадой победили а в америке аналогичный вопрос нужно ставить галочку сша победил в одном случае метрополия а в другом случае сепаратисты потому что фактически она закончена боевая ничьей потому что и территории никак не поменялись ну в канаде много памятников американским захватчиком вот северняя нояго фоллс город от известных где казино там у севернее севернее километров 10-20 там много память борцам с американской агрессии так и написано и тем не менее не мешает сейчас этим двум странам тесно общаться торговать быть союзниками естественно потому что все таки так стать один гегемон другой ведомый но тем не менее хотя как ни странно уведомого то есть и канада считается вы выше уровень жизни чем штата ну да но социалка получше социалка и экология получше я сегодня кстати второй раз окололся вот сейчас назад astrazine когда по моему не модерной а модерн это считается для бомжей такой дно общества astrazine как в канаде курят бомжей такая самая дешевая это файлер есть у вас файлер есть а почему не ну это у нас модерн у нас по квартирная если вот менеджмент заключил с госпиталем договор то в пределах билдинга все происходит ходит по квартир на коле то у меня что вы посмотрите ролик по квартирной вакцинации торонто называется на руки там минуты не деда но он довольно вверху найдетесь и вам интересно будет а на фазе нам записываться в госпитале ехать это более муторым но это в тем более у многих первый раз кто уголся в файлером второй раз понять модель ноги а на вопрос почему а где тогда это одно и то же отвечает то есть по факту я так не изучал хим состав но по но я так могу предполагать по хим составу это разница 5 процентов может быть а вы какие-нибудь канадских блогеров смотрите смысле англоязычных но и англоязычных и русскоязычных я вот знаю одну блогер алина маклеот называется не youtube канал вот она сама из украины но мать ее увезла еще когда она была маленькой и вот она уже будучи канадкой разговаривающая на чисто канадском английском таком выучила русский язык ездила россию от ладивостока до питера и и проехала и у нее есть как англоязычные такие русскоязычные канал если интересно посмотрел года два назад давно по моему да алина маклеот ну как это от владивостока до питера на поезде но нет такого поезда есть владивосток москва ну там перес пересадка естественно маршрут а как как какой кстати самый длинным и был один такой самый длинный маршрут который попал в книгу гиннеса вот я вчера ролик выпустил на третьем на третьем запасном канале какой-то маршрут то есть маршрут самый длинный в мире маршрут пассажиры пассажирского сообщения советского поезда такой ну наверное варшава какой-нибудь владивосток такого нет и не было никогда москва владивосток значит ахарьков советского еще нет он уходил до тринадцатого года но тоже через москву нет почему а такой маршрут ну если вы знаете географию я вам скажу в значит харьк харьков купинск валойки сызрань самара потом уфа и в и в и в омске они соединялись с поездом москва владивосток уже по одному маршруту станцию к наш не проезжал этот пусть к наших знакомой станции но на на ней не останавливался не москву не москва владивосток не хотела и восток не остановил ну потому что москва владивосток он через ярославль это северный ход транссиба а наш это южный он шел через ярославль и по моему последние пять лет его сделали через владимир казань тогда тогда через каназ тоже точно проходит вот да 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 ну харьковский точно не проходит московский вот сейчас проходит а раньше шел там самое интересное что не слышали такой аббревиатуры лбк 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 или лбк но лбк это значит станции на которые подаются помните я вам рассказывал сведения наличия свободных мест да 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 вот это станция на которые подаются сведения о наличии свободных мест а где-то восемьдесят шестом году или восемьдесят седьмом двойку то есть россию очень сильно ускорили вину и чтобы там и иностранцев стали возить там два режимных вагона было чисто и иностранцев вот и очень многие остановки убрали то есть она она шла допустим омск-барабинск-новосибирск там по 6 часов без остановок поезд шел от омска до барабинска 6 часов и от барабинска до новосибирска еще еще 6 часов ну в принципе хаттерский так шел но у московского еще были перегоны вот еще в европейской части большие без остановки вот есть такая довольно крупная станция буй недалеко от вас кстати говоря слышали буй да слышал такой город есть по-моему город мелкий до станция большая костромская область и вот на эту станцию даже подавались сведения то есть на сведения выдаются довольно большие станции и вот в буй остановкой ликвидировали а сведения наличие месяца но подавали но зачем ну для ревизии ревизия словит я вам рассказывал почему вот это вот если если вы помните почему головная боль для начальника сверх дальнего поезда подать телеграмма предварительной высадки потому что поскольку поиск сверхдальный то если он неправильно а телеграмма предварительная подается в течение трех часов после выеда то есть на первой станции из харькова это валуйках подавали а из москвы подавали в ярославле вот если ты в ярославле подал что-то сведения не так если если ты в сторону значит не додал сведения тебя а бхсс может даже в этом в хабаровске поймать по собой маршрут еще не кончился а если ты наоборот не в свою пользу подал то у тебя будет хлопоты с двойниками то есть лишние пассажиры некуда их размещать так что тут нужно быть очень внимательно скрупулезная работа да я шам грилм я делал вот по третьим образованием дипломная работа была называлась оптимизация составления телеграмма предварительной а высадки на сверхдальнем поезде да 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 помню потом техникум да у меня это меня даже не включили в авторы ну поняли что это там как дады я даже не заочника экстерна 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 и ладно бог с ним но так не потом доложили что кое-что использовали сейчас уже это не используется сейчас все компьютеры и запрещение ну конечно сейчас вообще нет такой такого понятия как подача телеграмм подача сведения наличие свободных мест вообще раньше подавали но самое смешное что вы отменили остановку в буе однако сведения подавали это же самое значит из владивостока выезжает там была такая довольно крупная станция угловая угловая а потом муссурийск и вот на угловую тоже раньше сведения подавали отменили остановка все на сведения подавали привыкли уже так работать но это вот чисто для ревизии то есть ты подаешь а это практического смысла не имеет но ревизия те можешь на этом поймать да и нашим зрителям хочу еще сказать оба хсс это общество по борьбе с восхищением социалистической собственности если кто не знал но только не общество отдел по отделу а есть урок нет а есть еще убыха и средства управления то есть отдел это на транспорте а убыха и средства вообще ну я еще вам напомню знаменитая а ваша ваша стрим стали нет я не стрим отовых зрителям обращаюсь ну запись то будет понятно поля я еще тогда хочу напомнить что пословица которые же вам рассказываю что в ссср недовольными занималась кгб на довольными оба хсс да или как путин говорил цыка цыкает отчика 4 а как и вы можете на назвать ну вот кгб ну я умирю поиска это было а вот кгб а ну в прямом и а начальная чека последовательность название в спецслужб сначала чека потом мгб нквд и и лишь потом мгб а мгб потом когда а потом а потом кгб то есть и сначала было министерством потом их разжар воды до комитета да тут право гпу о гпу да забыл ну неужели не помните основа бендера стопа бендер помню да он уже говорил этому кисе воробянина не беспокойтесь о гпу за вами сама придет их или когда они по волге плыли они киса не стоит ли нам сойти в чебоксарах и увеличить население этого города на два человека кстати у нас памятник стоит городе да кстати как у вас сейчас сообщение регулярно есть вот по волге есть восстановили сейчас закупили скоростные вот эти катера по типу метеоры и ракет который называется валдай вы имеете на пригородное вас сообщение у есть вас пригородное сообщение из чебоксар пришли вот как на электричку расписание все было а электричку есть но у нас в основном автобусное сообщение потому что я имею ввиду именно по по воде а по воде есть есть вот так вот пришел зал высокая высокая твой катер идет и систему у нас там не катера ездят а небольшие корабли по типу он называется он один он два вот такие а вот недавно валдай закупили они будут ходить до указания обратно у вас смотрим вообще ширина волги приличная да где-то километров 57 там чебоксарского водохранилища а то что я вам рассказывал приколы мне как-то был я на даче до 1 в тверской области наполезли ну там что там шашлычки то все ну ведь пошли на речку искупаемся мы пошли на речку там выпили то все искупались но речка шириной метров 7 наша кречка называется волга вот наверно у истоков у истока вода к речке называется волга шириной 7 метров но даже вот дочь и боксарской газ волга там у нас широк а уже после когда уже начинается куйбышевское водохранилище она уже узкая и потом она уже расширяется и устье реки кама там вообще море такое но в саратове на тоже широкая до ульяновске самый длинный мост по вам в европе в саратове до эндеса ночи не знаю саратове не был вот ульяновск проезжал там по моему золотые ворота он вроде так называется как-то так родина ленин симбирск кстати ленин был по отцу чуваш а горит калмык нет чуваш потому что его отец был илья николаевич ульянов он чуваш а калмык по этой линии было ли по иной не знаю но по отцу точно чуваш потому что в честь его отца или николаевич у нас назвали чувашский государственный университет у вас тоже в чебоксарах вот я вот не пойму действие московской мэрии по липе по борьбе с троллейбусами то есть уничтожают троллейбусные сети у вас нет такого у нас наоборот вот эти старые московские троллейбусы 9 10 лет недавности к нам скидывать и они сейчас ездят по нашим улицам а сеть расширяют троллейбусные расширяют но очень медленно но в основном новые микрорайоны посылают троллейбусы на автономном ходу сейчас недавно купили закупили троллейбус уфимского троллейбусного завода это электробусы что ли нет 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 троллейбусы на автономном ходу то есть когда контактной сети нет они штанги складывают и на аккумуляторах едут да а потом когда контактная сеть есть эти штанги поднимаются его она едет и заряжается понятно понятно ну ладно ладно заходите посмотрите про вакцинацию мой ролик я хорошо посмотрю еще какие вопросы а в торонто общественный транспорт какой наземный трамвай троллей пардон трамваи и автобусы и все а троллейбусы троллейбусы есть ванкувере на там трамвае ванкувер это где миша скажу это помнишь и живет в эдмонтоне это на другом конце страны там живет пресловутая таня разина которая там история с ней было то с мишей то с кавиллой там ну короче по моему всего два города или уже только ванкувер остался в северномерник идея троллейбуса на трамвай довольно много где есть у нас у соседей в буффало тоже трава есть а почему кстати выбирают троллейбусный транспорт ну вот я и сам удивляюсь он же вроде как более экономичен чем трамвай то что вода и для него рельс не нужно вот именно поэтому более экономичная трава еще содержание рельса рейс нужно у нас от без конца рельса перекладывает резинки под них подкладывает чтобы там не шумели в масле тоже самое город делает вот такие во втором то считается один из лучших в северной америки наземный транспорт метро у нас конечно дрянь даже по зови с монреалем хотя монреал сейчас два раза меньше но когда метро строилась в андреаль был гораздо больше перегнали монреаль как лондон лондон сейчас там все семь с половиной лимонов до или там 7 и в конце 19 века было есть почти 7 лимонов стабильно лондон сейчас около девяти уже но по-моему 7 и 8 и смотрел нет если большой лондон и все все 13 будет а именно лондон сити торонто тоже 2 и 9 лимона торонто сети а большой торонто 7 и 2 лимона это вы имеете ввиду даунтаун да нет ну как вот в нью-йорке да раз уж по штатам ориентируйтесь есть манхэттен до бар вот чисто с точки зрения почты это только это нью-йорк потому что они пишут если вы если вы пишете нью-йорк нью-йорк это именно манхэттен а бруклин уже адрес бруклин штат дар или квинс от нью-йорк но в тоже время бруклин квинс и бронс входит в нью-йорк 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 сети но как административная единица но не но не как почтовая почтовая не считается нью-йорком так и в торонто но втором то сейчас немножко изменили сейчас можно писать торонто все она доходит или но главное чтобы индекс был правильный да да индекс это самое главное хотя при ссср когда вводили индекс и так значит уделяли этому большое внимание на по моему в россии это меньше значение имеет если кстати в россии советский иногда же остался шестизначные особой графикой то есть там пунктирной линии я знаю я знаю так вот торонто то же самое то бика скарбора нью-йорк это аналог вот бруклин брин бор бронкс и не сбора это ца это даунтаун значит бронкс что там еще бруклин штата на лондка вынес и бруклин да да вот где-то так так что тут так вот города особо не растут нет торонто конечно растет если он был мы чем монреале в сорок деватом году но он и было территориально потом к нему приросли эти он был в то в том диапазоне в котором сейчас даунтаун считался в канале тоже говорят даунтаун или по-британски city center да он там что то есть это такая североамериканская фишка и нет в канаде есть свои фишка знаете какая даже штатах такой нет что нумерация дома сквозная если по мере и меридиональная улица то есть кончается торонто начинается другой город начинается торнхилл а нумерация там допустим если торонто заканчивается там допустим 9400 номер дома то там уже не не в номер домом будет не 2 а 9442 там 402 уже в новом городе а нумерация будет сквозная домов но чтобы путаницы не было по одной улице но она и так путаница нет во все во всех странах это по новой начинается нумерация в канаде она сквозная это только по только память папа меридиана по по широте нету такой по широте ист-вест вот есть центральная улица в каждом городе а как правило нами мире меридиональная а широтные улицы они в одну сторону из допустим блур-стрит из а в другой блур-стрит-вест и так для удобства то есть уже знаешь на перегрузке куда повернуть вправо или лево или влево удобно конечно вот допустим и москва же как вы знаете радиальная хордовая структура их и харьков тоже радиальный ход поэтому гостям трудно ориентироваться но в то же время она удобная для с точки зрения начат грозы ну города управления шахманная структура но как питер на классическая или там нью-йорк нью-йорк а наоборот удобная для значит гостей но менее удобно и потому что для аборигенов менее компакт ну для управления для для мэрии там для всех этих то чтобы более более компактный менее компактный город получается кстати я даже читал в нью-йорке место самоуправления изучал этот вопрос там допустим у них есть свой президент в бронксе там куинси у них свое место самоуправления они сами центр как ее вы центральная мэрия в нью-йорке допустим а кстати вот самый давайте немножко политики затронем чтобы народу было интересно меня удивляет нервная реакция российской прессы на то что якобы а мы с вами обсуждали что именно на то что я якобы байден назвал путина убийцы а а ну на варе шапка горит как говорится обсуждали ли нет 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 не но дело в том что убийцы это вы знаете мертвы да и кинер совершенно неграмотно бред я к убийце это просто пошло с 90-х от неправильной перевода когда наемные убийцы за деньги перевели как наемный киллер а в принципе киллера он во первых он в 40 процентах несет позитивную коннотацию киев это уничтожитель ликвидатор липучка это киллер мух у меня вот прибор стоит вот им помните синий вы обращали внимание киллер комаров есть есть киллера программа киллера это самое вирусов многие называются кей то есть 40 процентов кир несет позитивную коннотацию но тем не менее киевы уничтожитель или в частном случае в очень частного когда это касается значит лишение жизни человека это вот есть мертвы но в принципе если играть киллеры это не это не значит это не значит не значит убийца просто является ли путин ликвидатором да тем более что сам этот спровоцировал самого журналюга спровоцировал а байден ну я считаю что нормально ответил он цена ну да то есть словом можно вообще перевести как мы да ну да или как у нас да не но он же спросил можете ли вы назвать путина там киевером да он ответил я сойду да я могу а могу не назвать можно продолжить да а могу назвать его там орлом или там или паровозом я считаю что байден я хоть не 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 нравится байден но тут он довольно нормально ответил конечно чем вам не нравится больно тем что шинка свою посылал отжимать хантера нет отжимать сланцевый газ на востоке украины какой у него съел про хантера знаю он такой небольших по моему хантер и есть он же там так стать охотник он же скупала там ходили скоп скупал предприятия для сланцевого газа это и экологически нежелательно если а канадская пресса вот поэтому если если бы он где-то на западной украине с там или в вашем киеве как вы позиционируете себя это бог с ним а то он нам а именно на восточном украине это хотел делать канадская пресса как вообще отреагировала на встречу байдена и путина да никак просто проинформировали что вот такая встреча была вот так то так три рота в ничего не высказал я может пропустила особо он на сами g7 летал кстати ну должен по идее по статусу так что как у вас вакцинации сколько процентов уже вакцинировал а я вышел сказал что час назад я сделал или не говорил нет говорили процент от населения сколько неделю назад было 57 процентов первую и порядка 16 дмитрий хитрый сэпальюэй потом артём этот как его сепаратистов народное возмездие да ладно возьмите я думал катков катков один из начиная самого начала был потом он пропал на свою вас хороший улов а чё-то один артём как стриме то те уже закончили по моему и хитрый давно закончил это а вы смотри по российским ходить я думал вам арка будете ловить как всегда не с марком просто разговаривать сейчас пока из украины по россии хожу с марком у вас это там быстро прорвалось ну он торопил у него стрим завершать ну ладно если вопрос уже получится не появилось то хорошо всего доброго а совсем чем дураковаля не разговаривают разговаривают почему же тогда утилитарным государем да ну утилитарная великобритания утилитарная государство германия утилитарная в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо западной західной украины не мая не мая восточной Украины есть одна Украина где вы таки видели Схидная Украина есть Схид Украины есть Схидная Украина есть Схидная Украина есть Республика Кубань которую окупировали коммунисты в 1918 году а Воронеж не окупировали там они не Воронеж передали я депутат городского совета я исполнительная власть а Зеленский и его все вот это вот это законодательная власть в случае семя повыведем за родную Россию как в Усси их рассеют тяжела будет и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok